Если вы хотите располагать на сайте Joomla, где угодно, в пункте меню, в заголовке статей, в самих статьях и вообще где хотите, шрифтовые иконки от сервиса FondEvison, но ваш сайт не поддерживает данные иконки, в этом видео бесплатный плагин, который очень быстро и легко поможет вам это реализовать. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте перейдем на мой тестовый сайт, устанавливается плагин как обычно, после установки вы его сможете найти в плагинах, расширение плагина, он у вас будет выключен, вы его включаете, естественно я уже включил, вот он здесь так называется. Настрой практически нет, но мы с вами сейчас о нем все равно поговорим. Первая опция это где отображать, на сайте, то есть на фронтальной части сайта, панель управления, в админской части, и вот этот третий вариант показывать везде, шрифтовые иконки. Дальше у вас будет вот так вот выключено. И здесь есть два сервиса, если вам вдруг по каким-то причинам не хватит иконок, разнообразие там иконок, именно от фонд Averson, то есть еще и вот этот вариант, это еще один сайт, предоставляющий иконки. Как попасть снять эти сервисы, просто отсюда можете скопировать название сервиса, также и вот этот, поставить его там в Яндекс, в поиск Яндекса, и вы перейдете, вот найдете такой сервис. Дальше вы перейдете вот здесь вот Icons, и у вас будет здесь как платные, так и бесплатные иконки, вы выбираете Free, это только отображать бесплатные иконки, так как этот сервис может быть и Pro-версия, то есть какие-то платные иконки, но я никогда не пользовался платной версией данного сервиса, всегда пользовался бесплатной. Далее идет пример, как иконки должны встраиваться шорт-кодом на сайте, мы сейчас это с вами рассмотрим. И давайте рассмотрим на примере фон Таймсом, да, то есть вот это рассмотреть мы не будем, он действует так же по аналогии, как и вот этот сервис. Включаем его, дальше появляется еще одна кнопка, говорящая о том, что если ваш сайт не имеет, то есть шаблон, например, не встроен на эти иконки, то включаем, то есть абсолютно простой сайт, включаем. Дальше ссылку можно вставить, если вы будете использовать Pro-версию данного сервера фонд Amazon, то есть вы будете оплачивать, там я не знаю, абонентская плата или как там у них это происходит, тогда надо будет специальную ссылку здесь вставить для платной версии фонд Таймсом. Но я никогда не пользовался, я еще раз повторюсь, поэтому платной версии, да, не знаю. Думаю, вы тоже, скорее всего, будете пользоваться бесплатной только версией. В общем, просто вот эти два переключателя мы включаем и нажимаем сохранить. Теперь касательно, как будет внедряться иконка. Кстати, вот здесь я выбрал показывать везде, но если в админке вам не надо, а только на сайте, выбирайте сайт. Сохранить. Тогда иконки вот здесь меняются, видите, примеры. Просто удобно отсюда сразу название брать. Но на самом деле это разные иконки в фигурных скобках. Вот, например, возьмем вот это, видите, arrow, это стрелка. Вы копируете отсюда, прямо из примера, вот так вот вместе с фигурными скобками. Здесь сохранить, закрыть. И идем смотреть, как работают иконки. Просто, например, самое простое, я перехожу в какую-то одну, в одну из своих тестовых статей. Прямо в любом месте на сайте, в статье, вы просто вот так вставляете. Сохранить. Идем на фронтальную часть сайта, обновляем. Вот вы видите, появляется стрелка. То есть в любом месте это может быть. Но здесь понятно, самое простое. Но самое интересное, что это работает и в заголовке. Вы можете просто вот таким вот образом вставить прямо в заголовок статьи. И на сайте это будет выглядеть именно стрелкой. Дальше, еще на одном примере посмотрим. Меню. Например, главное меню. Просто прямо после названия пункта меню вставляете этот шорткод. Нажимаете сохранить. Идем на сайт, обновляемся. И вы видите, вот она home и вот она стрелка. Подставляете. Теперь, как подобрать необходимую иконку и вставить ее? Вы просто переходите на сервис. И просто ищите, какая иконка вам здесь подойдет. Например, возьмем какой-нибудь смайлик. Да, кстати, как отсюда получать правильный код? Вы просто кликайте по иконке. Видим вот здесь вот код. Копируем. Он сразу копируется в буфер обмена. Открываете, например, блокнот, вставляете код. Просто нам весь он не нужен. Вот то, что находится между, кавычек, название иконки по сути. Нам нужна вот эта вся конструкция. Вот то, что я выделил. Только она нужна. Копируем. Блокнот можете закрыть. Делаем все то же самое. Например, я в home перейду на страницу. Единственное, что мы делаем. Мы удаляем название старой иконки, но фигурные скобки, естественно, мы оставляем. И между фигурных скобок мы вставляем новую иконку. Сохранить. И проверяем на сайте. Вот вы видите смайлик. Отлично смотрится. Прямо рядом с пунктами нюхом. Надеюсь, этот урок был для вас понятен и полезен. На этом я урок заканчиваю. И увидимся с вами в следующих видео. Подписывайтесь на наш канал.